Тихонько там травмированные, так что, наверное, по списку игроков сегодня ребята еще играют. Многие в Европе, в Берлинчуке играют, в Качарабу. Так ребята звонили, есть травмированные игроки. Пока есть... Какие травмы, я не могу это во всеуслышание сказать. Мы должны встретиться, поговорить, врачи посмотрят, мне доложат. Тогда будем знать в дальнейшем. Мы о себе, я уже все говорил, не выполняем обязанности. Сегодня первый раз приступаем. Каждый год в 19-м, больше добавить ничего. Пока еще работы не было. Ну, вся презентация уже, уже работа, начинается. То, что как это произошло в облачении, потому что меня пошокировано, было неожиданно. Но ответственность высокая. По совету, приняв такое решение, мы понимаем, ну что мы идем, постараемся, что те задачи, которые стояли перед командой, их выполнить. Спасибо. 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 Александр Шевковский. Александр Шевковский, больше ученый в работе в национальной команде Украины. Спасибо. Александр Шевковский. Ну, повное выслушение было. Ну, а если уже сказать так, то это был чудовый этап работы в командой Украины. На жаль, сталося так, и сталося. Это уже история, история уже написана. Цю строчку мы перевернули. И я хочу подякувать Александру Васильевичу за то, что он запропонировал мне войти в Кремльский штаб. И продолжить работать с командой. Я думаю, что тот опыт, который был получен в море, он станет на воде. Ну, а команда, гравцы готовятся в своих командах, есть определенные проблемы. У нас есть, как же сказал Александр Васильевич, это всегда такие небольшие ускорения, когда приедут все, будем общаться с нашим медицинским штабом, который нам попросит, расскажет, кто как готов, в каком состоянии, ну, и дальше уже работать. Мы сами, зборная команда, гравцы, подняли планку на высокий уровень, и нужно ее держать. Спасибо, спасибо.